Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уэйз Мэн. Сегодня вторник, сегодня рабочий день. Солнышко там, что-то как-то пробивается сквозь запотевшие окна, потому что холл, отопления нет, приходится пользоваться обогревателем. Короче, блин, пошёл-ка я на работу, но сначала надо бы похавать. Чуваки, я собрал практически всю передачу, остался один маленький сюжетик, я надеюсь, что он маленький, потом всё это подровняем, посмотрим, и сегодня, возможно, я освобожусь намного раньше. А сейчас иду на обед, кушать уже хочется, жутко все ходят, хавают, и я один не похававший. Пришёл домой, а Барик уже играть со мной хочет. Где? Возьми, возьми, возьми. У него же новая игрушка, давай, брось, брось, брось. Ты, ты, ты. Ааа. Ааа. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Возьми. Возьми. Испугались? Сейчас буду выкладывать влог, который я смонтировал утром, прямо утром перед работой смонтировал, и пойду кушать, забивать свой желудок гречневой кашей с сосисками. Да, друзья, не всё фастфуд же жрать. Мне недавно написали, Майк, типа пожри борщ какой-нибудь, а что ты всё в пиццу да какие-то чипсы жрёшь? Один фастфуд, да, друзья. Сегодня буду жрать на обед гречку с сосисками, всё нормально, всё. Ну, не всё. Сосиски нихера это нездоровая еда. Мы вообще сосиски не ем, если честно. Но сегодня исключение. Ну, с хот-догами ещё исключение можно сделать. Короче, не то чтобы не ем, ем, но чуть-чуть. Мы стараемся не жрать такую пищу. Да, это вот сразу вспоминается чипсы, пицца, кола. Ну, вот, друзья, сейчас практически 6 часов. Буквально без пяти или без десяти. А я сейчас посмотрю. Так вот, я собрал всю передачу. Вот, телефон звонит. Её ещё пол шестого. Её сейчас отсматривают. И если всё в порядке, то домой. Если нет, то исправлять. Да. Ау. Ага. Ага. Там отбивка, наверное, будет метео уже. Да, был небольшой косячок. Дело в том, что здесь всё снимается в PAL-DV в развертке. То есть, черезстрочная развертка вот эта вот, или как она там правильно называется, я уже забыл, если честно. В общем, фишка в том, что есть верхние поля, есть нижние поля. То есть, грубо говоря, там, по-моему, 50 кадров в секунду как-то. Ну, у меня была просто такая камера, которая снимала DV. Ну, ладно, уже забить. Уже все пишут в Progressive, как зеркалки, но сейчас не будем говорить об этом. Так вот, и здесь, если неправильно выставишь поля при просчёте, то он, естественно, будет... Появится вот этот строп, так называемый. Вот этот, когда при движении, допустим, рукой шевелишь, да, и у тебя получается такая расчёска, такая... Ну, вы можете наблюдать это на некоторых каналах, бывает такое, в каких-то сюжетах и прочих. Особенно вот на каналах, ну, не федеральных, наверное, или как сказать, или наоборот, федеральные, деревенские всякие. Тоже есть, кстати, под Самарой есть деревня, где, куда я всю жизнь ездил, к бабушке с дедушкой, там есть ТВ-10, у них всегда всё стробило. Ну что ж, пока работа! Без 27, друзья, я уже освободился, да, сегодня такой день, потому что, в принципе, не собирал ни одного сюжета, собиралась вся программа целиком, потому что афишу я сделал, то есть большой самый сюжет, на который уходило минимум два часа на сборку. В субботу я его сделал, фотошколу, которая тоже, ну, где-то, наверное, полтора часа или два часа уходит тоже на эту рубрику. Сделал Антон вчера, за что ему большое спасибо, потому что иначе я бы на два часа позже как минимум сейчас ушёл. Вот такие вот дела, друзья. Ну и в целом-то как-то так, как-то так, еду домой. И погода-то какая чудесная. Друзья, я покушал дома, посидел над фотографиями, более-менее у меня стало что-то выходить, но всё равно, блин, у меня какое-то вот это вот дурацкое чувство. Я вроде как бы всё, мне нравится фотка, а потом я раз полистаю другие, потом вернусь к этой, и она уже что-то какая-то, блин, не такая. Не знаю, вообще нужно пообщаться с матёрыми фотографами, поднабраться опыта. Благо, знакомые есть такие, хорошие знакомые. Дмитрий Зуев, Дмитрий Гусев, Алексей Попурей, и на этом всё. Да, друзья. Но эти фотографы, ну, нет, не всё, не всё, не всё, не всё, ребят, я забыл, я забыл, и мне аж, аж прям стыдно, что я забыл Илью Нодию. Нодия Илья, это тоже гуру фотографии в своём жанре делает великолепные вещи. Так вот, нужно, нужно поднабраться опыта, мастер-классы, может, какие-то, или что-то такое попроходить. потому что что-то вот чувствует, чего-то вот, вот, всё хорошо, но чего-то я не знаю, блин. И фотка, ну, хотя хрен его знает, хотя хрен его знает. Всё в интернете есть, все обработки, всё выписано, просто нужно не лениться, смотреть. Но опять же, не всегда всё показывают, и не всегда во всё можно допереть вот так с экрана. что-то, доходит только путём личного общения. Еду к Алиске, кстати, еду к Алиске, сегодня ночую у неё, вот, а потом мы, потом, а что потом? А ничего, сегодня даже смотреть что-то нечего, сериалов нет. Друзья, мы уже готовимся ко сну, вот, настолько холодно, что я вот, да не настолько, да настолько. У вас ты не играл. Ну ладно, я просто одел джинсы, просто завтра едем на стройку, ну, на Алиске. Вообще, кстати, 22 года по стандарту, 22, да, ты говорила? 22, да, по жильёму. Вот так вот, в жилом помещении. Ну, да. Так вот, завтра едем на стройку, поэтому взял с собой такую одёжку, но это всё чистое, поэтому сегодня буду в этом спать ещё, к тому же. Ну, просто мы спим на полу, и я покажу, где мы спим. покажу. Вот, вот так вот, просто рядом с кроватью. Сонная лощина. Сонная лощина. Сейчас будем сериал смотреть на Лост-фильме. Вышел Лост-фильм ТВ. Так часто их рекламируем, что уже должны, не знаю, взаимно пиаица. Он заверяется просто. Ты можешь вытернуть в принципе. Вот. Так что смотрите сериал тоже, если интересно. Я просто ноги парил. Алиска немножко просто приболела, поэтому будет парить ноги, дабы, дабы не болеть, дабы болезнь не пошла. Как, знаете, мне бабушка говорила, болезнь в ноги ушла. И вообще в детстве, когда маленький был, бабушка запрещала, когда простыл, идти в баню, например, и париться, потому что реально говорили болезнь в ноги уйдет, будешь мыться. Ну, это все, конечно, глупости. А может быть и нет, может быть и правда что-то хрен его знает. И я, конечно, не врач, но мне кажется, что это не сильно влияет на болезнь. моешься ты или нет, ну или паришься или нет. Хотя, может быть, вот когда паришься, там нагрузка на сердце же идет. Может быть, да, может нельзя. При простуде париться. Короче, что-то я ну дятину какую-то несу. Ладно, друзья, мы будем спать, сейчас дождусь Алиска, и мы попрощаемся с вами. И всем спасибо, кто пишет мне в Твиттере, кто пишет в Инстаграме, кто пишет мне личные сообщения ВКонтакте. Всем огромное спасибо, я все читаю и стараюсь всем отвечать. Чуваки, мы смотрим Сонную Лощину. Кстати, довольно-таки прикольный сериал, уже просмотрели 22 минуты из 45 первой серии. И пока, пока нравится, пока нравится, пока радует. Все, мы будем досматривать сериал и будем спать. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, читайте Твиттер, смотрите Инстаграм. С вами были мы. ПОГЕДА! Спать пора. Субтитры сделал DimaTorzok